Привет всем! Вас приветствует программа «Универсальный формат». Меня зовут Юлия Север. Работаем мы в прямом эфире, 202-11-22. Запишите этот номер телефона, он вам пригодится еще в недавнем, в скором будущем. Что ж, разыгрываем сегодня интересные призы, собственно говоря. Какие, я расскажу чуть-чуть попозже. Ну а пока, наверное, задам вопрос тебе, дорогой телезритель. Если у тебя скоро день рождения или, к примеру, просто какая-то дружеская посиделка намечается, и поход в кино, поход в кафе уже как-то надоело, то предлагаем тебе отправиться на реальный квест. Что же это такое, где отыскать квест комнаты в Самаре и какие самые интересные, какие задания ожидают тебя? Об этом как раз поговорим сегодня в прямом эфире «Универсального формата». Напоминаю, телефон 202-11-22 на звоне, если возникнут вопросы. Ну и, конечно же, теперь рассказываю то, что мы подарим тебе, собственно говоря, сертификат на поход в квест-комнату, комната номер 9, комната 9. И, собственно говоря, сегодня у нас представители этого, ну, такого, наверное, шоу, возможно, скажу? Аттракциона. Аттракциона, хорошо. Итак, представляю всех поименно. Собственно говоря, кто подал голос уже, это у нас Вадим Пустошкин, руководитель проекта «Комната 9». Здравствуйте, Вадим. Добрый день. Рядушком расположилась Ирина Кендюкова, администратор квеста. Здравствуй, Ирина. Здравствуйте. Следующий у нас по местонахождению Наталья Грик, собственно говоря, посетитель квеста. Выбралась, не выбралась? Выбралась. Выбралась. Хорошо. Расскажешь, как все было, что интересного, что запомнилось, какие эмоции. Ну и рядышком со мной сидит Кристина Аликинова, посетитель квеста, которая прошла аж в январе 2014 года, правильно? Да, правильно. Вспоминаешь. Ну, вот прям рядом. Нет, в январе, в начале, в начале. Да, да, в 15-м году. В 2014-м, конечно. Хорошо. То есть прям свежие воспоминания, все расскажем им сегодня. Да, обязательно. Отлично. Ну, наверное, первый вопрос, я так думаю, к Вадиму, как руководителю, как вообще задумщику, мосевику-затейнику. Рассказывай, как появилась идея организовать вообще квест-комнату? Ну, вы знаете, я руковожу компанией, которая уже 6 лет организует различного рода квесты. Городские квесты, там, квесты в парках, квесты в коттеджах и так далее. И вот летом 2014 года один из моих заказчиков, для которого я как раз организовал городской квест, позвонил и сказал, Вадим, сейчас есть такая тема. Есть интересный, интересный проект, который называется «Квеструмы». То есть квест в каком-то локальной комнате, где закрывают людей. Мне показалось, что это как-то страшно сразу. Да, очень страшно. Сразу неожиданный какой-то поворот сюжета. Их задача выбраться оттуда. Стал разбираться, стал смотреть, стал изучать информацию. И так получилось, что Москва, Питер, зарубежные страны, многие живут уже этим. В Самаре такого пока не было на тот момент. Ну, соответственно, я отправился по городам и весям, отправился в Москву, в частности, и прошел несколько квест-румов. Идея зажгла, идея появилась. Ну, и я сделал некоторое количество шагов, чтобы сделать, организовать комнату 9 именно здесь, в Самаре. Слушайте, ну а сколько прошло времени с идеей до разработки? С идеей до разработки прошло 2 месяца. Ровно 2 месяца с момента, ну, скажем так, наверное, месяц. Потому что месяц я находился в отпуске и, так сказать, спал с этой идеей, если так можно сказать. Мне это снилось, мне вообще многие вещи снятся, касаемые новых концепций, новых проектов. И со временем, со временем, со временем, то есть через 2 месяца нашли помещение, сделали все там, оборудовали, запустили тестовые игры сначала 2 недели, и потом уже пошел поток людей, постоянных игроков. Слушайте, ну это очень интересно, потому что, не буду таить, мы с коллегами тоже побывали в комнате 9, это очень интересно. Наслышим. Масса каких-то таких головоломок, которые, кажется, сначала вообще-то невозможно их отгадать, но как-то потом все, успокаиваешься, общаешься с коллегами, общаешься с друзьями, и в конце концов мы выбрались, нас можно поздравить. Хотите выбраться и вы, я так предлагаю уже, наверное, сразу же запустить вопрос для наших телезрителей, чтобы они попытались, собственно говоря, получить приглашение на квест. Кстати, сколько человек могут участвовать? Сейчас в квесте, вот в первом квесте участие от 2 до 6 человек. От 2 до 6 человек. Да, да. Так вот, если у вас большая дружная компания, если вы хотите как-то, ну немножечко напрячь свой мозг, в хорошем смысле этого слова, то, конечно же, отправляйтесь на квест. Ну, собственно говоря, разыгрываем. Внимание на экран, посмотрите, пожалуйста, там будет сейчас фотография, собственно говоря, кадр из какого-то фильма. Вам необходимо угадать, что же это за фильм таится. Ну вот, посмотрите внимание, посмотрите внимательно, ну что-то такое с фокусами связано, что-то такое связано вот с какими-то такими тоже интересными штучками, что-то там они разыгрывают. Не будут подсказывать наши гости, не будут подсказывать. 202-11-22, звоните. У нас, конечно же, умные люди, эрудированные сегодня, поэтому, я думаю, много фильмов, которые особенно связаны с какими-то, там, не знаю, фокусами, с какими-то такими. Ну, здесь, да, действительно, есть большое количество, наверное, и каких-то триллеров, в первую очередь. Они сыграли свою роль. И кто был вот в первом квесте, именно в квесте убийства, да, весь саундтрек, который подобран там и звучит фоном, он тоже взят из определенных вот таких фильмов, которые нагнетают обстановку, да. Вы, наверное, обратили внимание, кто из игроков вот именно, да. Потому что просто так, да, посидеть там, я не знаю, где-то в интернете и найти там мрачные мелодии, это было немножко не то. А именно с впечатлением картинки какого-то фильма я вот наложил это на то, что вот на эту мрачность вот этого первого квеста, и получился вот такой интересный саундтрек тоже квеста. Хорошо. У меня вопрос к Ирине, как к администратору, как к тому человеку, который, собственно говоря, работает с людьми, видит их счастливые, а быть может иногда озадаченные, да, лица, которые не выбрались из комнаты за время. Рассказывайте, пожалуйста, что говорите, собственно говоря, перед вот заходом в комнату, как настраиваете, какие эмоции видите перед? Настраиваем только, естественно, на позитивный лад, никаких негативных там эмоций не даем, улыбаемся, добрый день, чай, кофе, ну, все, то есть обычные такие вещи. Рассказываем правила игры, что должно быть правильно, как, что не нужно нарушать, там, что-то ломать, там, ругаться, что-то делать, то есть рассказываем, даем наводку и отправляем детей и людей в комнату. Замечательно. Ну, в большей степени все-таки те, кто прошли, успели за 60 минут? За 60 минут надо выбраться. Да, да, да. Ну, в основном проходят все, ну, примерно не прошло команд 20, наверное, в среднем. Хорошо, ну, в принципе, не стоит расстраиваться тем людям, которые не прошли, потому что ожидается что-то новое, об этом чуть-чуть попозже. А прежде, наверное, все-таки к прелестным дамам, которые прошли квест, которые выбрались из комнаты, ваши эмоции описывайте, давайте. Ну, прежде чем вспоминайте пока свои эмоции. У нас есть звонок от нашего телезрителя, уже есть желающий отправиться на квест. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Как вас зовут? Наталья. Наталья, очень приятно. Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь бывали уже в квест-комнатах? Нет, ни разу. Ни разу. Очень хотела посетить. Очень хотела посетить. Ну, а знаете ли вы такую игру, как Зорница? Мне кажется, что-то схожее вот с Зорницей. Конечно, конечно, это игра вашего детства. Игра вашего детства, замечательно. Ну, тогда отвечайте на вопрос. Внимание на экран. Посмотрите, пожалуйста, внимательнее. Из какого же фильма этот кадр? Этот кадр из фильма «Иллюзия обмана». «Иллюзия обмана». Браво! Аплодирует вам вся студия. Я вас поздравляю. Конечно же, вам достается приглашение на замечательную игру. Я думаю, вот как здесь написано на конверте, у нас эмоция в подарок. Это действительно масса эмоций. Так что собирайте дружную, веселую, а главное, эрудированную компанию и отправляйтесь все вместе попробовать. Так, девушки, давайте отвечайте вы на мой вопрос. Кристина, давай первая. Как рядом со мной сидящие. Теперь эмоции свежи. Эмоции свежи. Да, но на самом деле, по поводу того, что они свежи, они продолжаются до сих пор. Вот я прошла, наверное, где-то в середине января, и на протяжении еще недели-полтора мы вспоминались, друзьями перезванивались, ждем следующего и так далее. Но эмоции разные. Спектр эмоций огромный. Заходишь в комнату, и первое это интригует. Вот эта обстановка, вот эта музыка наложена, естественно, вот этот весь процесс полностью. И где-то паника начинается, кто-то там разберется по разным углам, делает, не пойми, какие действия производит. Но Вадим, вот он очень помог нам своими подсказками. Мне кажется, наверное, любой даже суперумный человек без подсказок не сможет. И вот, да, когда уже... Притом у меня ребята очень упирались, все очень умные, говорят, нет, нам не нужны подсказки, мы сами. Я говорю, ребят, нам потом они просто не нужны будут, если мы не выберемся. Я говорю, давайте спросим. И когда мы начали спрашивать, даже интереснее стало, потому что мы начинаем понимать больше. Мы находили какие-то отдельные вещи и не понимали, что с ними делать. Ну, эмоции захватывающие, конечно. Азарт огромный. И у меня просто не выйти, для меня это было бы просто, я не знаю, просто трагедия. Для меня выйти было определяющим моментом, обязательно нужно выйти. А какой компанией были? Я так понимаю, то, что ребята были против, это мужчины были против? Братья по сказке мужчины были против, да. Вот, женская мудрость, она все-таки взяла свое, и благодаря Кристине, я так понимаю, ребята, вы выбрались из комнаты, и такие свежие воспоминания. Приветы передаем всем. Да, моей команде огромный привет, меня ребята ждут, прям ждут, когда я позвоню и приглашу их на следующий квест. Вот, моей команде огромный привет, обязательно пойдем, я вам всем позвоню. Замечательно. Ну, моей команде уж тоже воспользуюсь служебным положением, передаю привет, и я тоже думаю, что все ожидают следующего квеста. Наталья, рассказывай ты им о своих эмоциях. Ну, мы попали по приглашению Вадима в комнату, и совершенно случайно, я не знала, что такой формат развлечений появился, но я любила на компьютере играть в эти квесты, очень интересно, и всегда хотелось попробовать вживую. Мы вошли, первые пять минут вообще непонятно, что делать. Нашли первый ключ, бегали втроем с ним по комнате, искали, что с этим делать. Наконец-то как-то нашли применение, сориентировались. Это все смешно, потому что... Нам все время смешно. Я думаю, что смотреть, да, администраторы уже следят за ходом игры, чтобы дать вовремя подсказку или как-то помочь и поддержать. Мы играли втроем, очень помогли мальчишки, ну, где-то на интуиции проходили, где-то на логике, но мы вышли за две минуты до окончания. Я, честно говоря, надеялась, что мы успеем. Да, я боялась, что мы не успеем набрать код, потому что там уже нервы, руки трясутся, набираешь этот код на двери. Ну, получилось. У нас есть несколько фотографий, собственно говоря, счастливых лиц, которые вышли из комнаты или, может быть, не вышли из комнаты, но все равно эмоции, я думаю, у них были очень положительные. Предлагаю посмотреть, как-то, может, прокомментировать, если вспомните, может быть, кто, какая команда. Ну, а хочется к Ирине обратиться с вопросом, вообще смешно ли наблюдать за всеми играющими? Вот мы смотрим, это как раз прохождение, да, квеста? Это как раз Наташина команда. Это как раз Наташина команда. На самом деле смешно наблюдать, да. То есть мне как... Люди боятся то, что это видео попадет потом в Ютуб. Пожалуйста, да, пожалуйста. Это не Наташина команда. Не показывайте, я говорю. У нас другая фотография, но мы вернемся к ней попозже. Да, 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 к ней вернемся. Расскажем. Да, продолжим. Смешно бояться то, что попадет видео куда-либо. То есть я успокаиваю людей, что дальше меня, дальше моих глаз это видео никуда не идет. То есть это онлайн-трансляция чисто для меня. Ну, все зависит от людей. Приходят люди прям с юмором, то есть прям смеются, и я с ними смеюсь тоже одновременно. Получается так, что и меня слышат иногда, и я с ними общаюсь, и тоже так же смеюсь, и весело. А были какие-нибудь такие прям, ну, курьезные ситуации, что что-то такое невообразимое творили ребята на площадке? Ну, попытались забрать с собой труп. Женщина, да. Она говорит, ну, слушайте, мне ваш мужчина так понравился, можно я его заберу себе? Я говорю, нет, оставьте, пожалуйста, декорации в комнате. Все-таки нельзя. Ну, были еще ситуации, я просто тоже расскажу, и девушки рассказывали. То есть когда там администратор вырывает, отвлекся на минутку, допустим, да, потом смотрит видеокамеру, и темнота какая-то, не может понять, что произошло. Это, кажется, одна из команд сдвинула шкаф, подвинула в середину комнаты. А шкаф нелегкий такой, хочу заметить, да, то есть не поленились, подвинули. Бывает, наши игроки очень любят сильно усложнять, очень любят усложнять. Люди находят, да, какие-то там совершенно знаки в том, в чем вообще не надо их находить. Нашли, допустим, там есть лайм, у нас просто лежит лайм, и они там складывают из букв какие-то непонятные слова, и у меня одна команда минут 15 сказала такое слово лимонода. Они сложили что-то, и по комнате бегали, ищите, где-то здесь есть лимонода, где-то здесь... А это вы искали лимоноду? А, ну да-да, вот видите, как я... Лимонадо. Ну, в общем, вот я очень сильно это запомнил, потому что свежо прям это. Так что курьезных случаев, конечно, много. Я еще хотела сказать, Юль, по поводу не вышедших. У меня несколько раз была такая ситуация, команда не вышла, получили все равно эмоцию, и потом туда пригласили своих друзей и родителей. Вот, и родители вышли, и прям в квесте звонили, говорят, ну, мы вообще-то вышли, вот, то есть это интересно тоже, да. То есть команда, несмотря на то, что не выходит, конечно, масса и масса... Да, да, да. То есть это не показатель того, что людям не понравилось. То есть... А насчет мужчин, я хочу заметить, мы в начале комнаты так говорим, что комната не прощает самоуверенных людей. Или слабых. Да, слабых самоуверенных. Но саях вот самоуверенных вот мужчин никогда не берут подсказки, всегда до последнего. Если бы не девушки, то все бы там остались. Я тоже так посчитала. Да, да, все правильно. Правильно, действительно. Что ж, небольшая пауза в нашем эфире, а после разыгрываем еще один подарочный сертификат в квест-комнату. В наше время региональные СМИ очень часто интересуют людей гораздо больше, чем многие центральные издания. Это неудивительно, ведь они рассказывают о событиях, которые происходят буквально рядом с нами. В числе таких востребованных изданий и областной общественно-политический журнал «Самара и губерния», которому совсем недавно исполнилось 15 лет. О том, какими событиями богат юбилейный год, чем заслуженно гордится редакция и какие уникальные проекты, подготовленные медиахолдингом, в эксклюзивном эфире расскажут члены коллектива журнала «Самара и губерния» во главе с его руководителем Юлией Галочкиной. Смотрите программу «Город Тест» в пятницу, 30 января в 19.30. Много забавных историй уже было рассказано за эфиром. Я думаю, конечно же, сейчас поделятся наши гости. Но прежде давайте задам еще один вопрос, ответив на который, вы сможете получить приглашение на реальный квест. Итак, кто отмечает свой профессиональный праздник 31 января? Собственно говоря, буквально вот завтра. Кто же эти счастливчики? Люди какой же профессии? 202-11-22, звоните, быть может... Ну, я подсказку даю вам, понял, что мы заговорили о подсказках сегодня. Так или иначе, плод их труда наверняка присутствует на каждом из нас. Ну, я так думаю, на каждом из нас сидящих. Вот такая подсказка, я думаю, и у вас, дорогие телезрители, есть плод труда тех людей, которые завтра отмечают свой профессиональный праздник. Не знаю, либо подсказка, либо наоборот запутала. Ну, как быстро у меня. Да-да-да. Итак, 202-11-22 в любом случае предполагается, ну, интернет-вам в помощь, в конце концов. Вот. А сейчас нам Кристина расскажет, собственно говоря, еще один из... Курьезных случаев. Курьезных случаев, который пыталась, собственно, сказать, во время перерыва. Ну, это секрет, конечно, для тех, кто будет проходить, и может быть, будет уже более понятно, но все-таки, да, там есть ребусы определенные, на бумажке нарисованы фрукты, и нужно их связать со столом, на котором также находятся фрукты. Ну, нет же, нам же нужно усложнить, как говорил Вадим. Я забрала эту бумажку, начала ходить по комнате и думать, что же там на этой бумажке. Рождались разные моменты по поводу этой бумажки. Когда Вадим нам сказал, что нужно связать со столом, и человек был у стола и не понимал совершенно, потому что бумажка у меня, Вадим говорит, да где же у вас бумажка-то? Кристина такая, да все в порядке, но у меня... Один человек перебирает фрукты, думает, что делать, а Кристина ходит параллельно с этой бумажкой и думает, что делать. То есть их нужно было просто соединить, этих людей. Да, да. То есть это вот минут пять тоже команда потеряла, да? Все-таки это командная игра, и необходимо жить командой. Хорошо, ну мы уже, я думаю, вполне достаточно рассказали про квест убийства, который уже работает, который уже заинтересовал многих, который прошли многие, но и многие еще не прошли, поэтому отправляйтесь. Но еще ожидает сюрприз. Вадим нам как раз сейчас расскажет, но пока примем звонок от нашего телезрителя. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Оксана. Оксана, очень приятно. Рассказывайте, пожалуйста, любите ли вы какие-нибудь такие игры командные? Ну да, мне, в общем, интересно. Интересно? Да. Ну я думаю, ну команда-то есть, если что, если сейчас выиграете сертификат. Соберете? Да, я думаю, я соберу. Отлично, замечательно. От двух до шести человек участвуют в квесте, так что уже примерно планируете. Ну и отвечайте на мой вопрос. Кто отмечает свой профессиональный праздник 31 января? Ювелира. Слушайте, ну действительно, день ювелира, видите? Опять же, аплодисменты нашему телезрителю. Ну на каждом, согласитесь, наверное, присутствует, да, плод труда, цепочки, колечки и так далее. Я вас поздравляю, Оксана. Конечно же, подарочный сертификат достается именно вам. Собирайте команду, ну и за эфиром расскажем, как же его забрать. Спасибо большое вам за звонок. Вадим, рассказывайте, что ожидается. У нас ожидается открытие нового квеста. Немножко девушки об этом сказали. То есть квест называется, мы как-то по криминалу так пошли. Убийство. Смотрим, что это интересно, да. Угнать за 60 минут. Совершенно идея появилась, то есть вот зашел в помещение, машина, угон, все, то есть. Задача будет очень простая, то есть если в первом нужно было раскрыть убийство, найти убийц, то здесь нужно будет угнать реальный автомобиль. То есть вас на территории квеструма ждет реальная машина, она будет немножко интересно оформлена, но найти просто так ключ, как вы понимаете, у вас не получится. Это машина вашей мечты. Хозяин автосервиса отошел на ней буквально на пару минут, да. И у вас прям есть ограниченное время, чтобы найти все подсказки, все ключи и все-таки выбраться, угнать автомобиль. То есть вы сможете выбраться только в одном случае, если вы заведете машину. Слушайте, ну это уже очень интересно, когда, когда? Ну мы планируем тестовые игры запустить 15 февраля, если нас не подведет как бы погода и определенные технические условия. Вот, но я думаю, что с конца февраля однозначно уже ждем всех-всех-всех у нас на квесте угнать до 60 минут. Замечательно. Комната 9. Ну вообще, а потом планируется? Обязательно, обязательно. Ну у нас стоит, по крайней мере, в моем, в моей голове, да, то есть план не меньше, чем… В основных сняться, да, наверное. Вот только зависит, как быстро мы будем открывать новые комнаты, да. То есть чем больше людей будет посещать первую комнату, тем быстрее мы откроем вторую, чем больше тебе будет посещать первые две, ну и так далее. Геометрическая прогрессия, все очень просто. Ну, собственно говоря, да, потому что необходимо, чтобы все прошли первую комнату, понять это уже. И есть еще такой план, то есть через год первая комната проживет реанимацию, то есть целиком полностью будет поменен сценарий, есть уже определенные мысли, вот, и, соответственно, уже кто прошел ее, может прийти еще раз, да, и уже с новым сценарием. Хорошо. Подсказывают мне мои режиссеры, очень, кстати, интересный вопрос, есть ли рекорд, наверное, к Ирине? Кто быстрее всего выбрался из комнаты? Ну, рекорд у нас, конечно, есть, это 27 минут, очень такая была активная команда, которая… Я до сих пор удивляюсь, как это может быть? Да, мы тоже, на самом деле, удивляемся, они зашли очень быстро, все быстро-быстро нашли, все быстро сделали, все быстро поняли, и вот они на выходе уже молодцы такие, да, то есть как бы, ну, до этого был рекорд 29, а еще до этого 37. А в среднем, все-таки ближе к концу времени? Ну, где-то от 45 до часу, ну, вот так вот в среднем, да, где-то так, все выходят в основном. Слушайте, 27 минут, а кто это был? Люди какого возраста, вспомните? Среднего лет, наверное, от 25 до 35, вот так вот. Геря, ты молодые еще? Молодые, да, молодые, да. Хорошо. Кстати, коль зашел разговор уже о возрасте, говорите, кого ждете, с какого возраста, ну и до какого ограничения есть ли? У нас ограничения есть, вот по факту, кто к нам приходил, то есть я думаю, что лет до 60, наверное, приходили люди, да, то есть от 12 до 60 лет, то есть это универсальная такая игра получается для всех. Единственное пожелание, что людям, детям, детям от 12 до 14 лучше, конечно, в сопровождении родителей. Это не связано с тем, что там страшно или еще что-то. Просто дети, у них есть мания все взять, просто раскидать, да, все равно вот это сохраняется, да. Они пока не могут выстраивать вот эту немножко цепочку, да, ну, мама или папа, они могут просто сказать, направить, да, человека. Ну, вообще дети играют, у нас детские команды, по пять, по шесть человек, да, мы сейчас вот с вами здесь сидим, а у нас сейчас приходит детская команда, туда и будет сейчас проходить квест. Слушайте, ну, я желаю удачи детской команде, я думаю, возможно, ну, рекорд пусть не установят, но точно уж выберутся из комнаты. Предлагаю немножечко прерваться, ну, а после расскажем о тех мероприятиях, которые проводит Вадим, не только квест-комната, плод его деятельности, я так понимаю, да, но все секреты после небольшой паузы. Привет, смотрите понедельник в моем репосте. Как уговорить родителей оставить котенка дома? Нет, я его никак не зову, а я его не зову. Если Лив начал с вами разговаривать, то, скорее всего, он манит. Ты кто такой? Ты кто такой? Ты вот маньяк такой. Кто ты вообще такой? Как стать богиней танцпола? Как Сережа выполнил невыполнимую миссию? Включайте телевизор в понедельник в 20.30, не пропустите мой репост. До встречи. Что ж, сегодня тема нашей передачи «Реальный квест». Рассказываем мы об интересных таких играх, которые ожидают жители нашего города, которые уже работают, которые уже ждут всех вас от 12, как нам сказали, до бесконечности. Пока свежа голова, собственно говоря, пока хочется побегать, попрыгать, пока хочется подгадывать какие-то загадки. Все это возможно, все, пожалуйста, все вопросы к Вадиму. Вадим, я так понимаю, что, как мы уже сказали, не только квест «Комната». Вы вначале обмолвились, что были какие-то и городские квесты, и в парках. Рассказывайте. Ну, проектов много, на самом деле. То есть, компания занимается, то есть, квест-движение как таковое, да, то есть, найти, разгадать и так далее. Это интересно, это альтернативная форма досуга, да. То есть, надоели уже банкеты, надоели какие-то вот эти классические посиделки, да, и так далее. Людям интересно активные формы. Поэтому, да, двигаться. То есть, у нас организуются, то есть, первое, это, конечно, городские квесты. То есть, это давно кем-то забытые, а кто-то может сейчас вспомнить, да, форматы дозоров. Сейчас с появлением новых гаджетов, вот этих, ну, то есть, каких-то интересных программ, сопровождающих. То есть, есть множество интересных форм дозоров, где не просто люди приезжают и находят код. Есть, например, побег за призом, да, то есть, люди приезжают, берут фиктивный какой-то приз, то есть, ставят там знак у себя на планшете, забирают его, другие его догоняют. То есть, это, ну, тяжело так объяснить, но очень, то есть, интересная схема. Плюс есть куча различных интерактивных подсказок, какие-то там задания на станциях и так далее. Есть квесты в парках, в городских парках. Мы их проводим для детей, я думаю, Ирина расскажет. Да, проводим. Очень здорово, детям очень нравится. Весело, как там называется, угнать, точнее, найти преступника. Да, найти преступника, детективный квест у нас есть. Есть у нас квест по виртуальным играм, есть приключенческий. То есть, в первом, если вот в квест-руме люди ищут там убийц таких виртуальных, то в квесте по паркам дети ищут реального человека. Ну, не убийцу, успокоить его. Ну, да, да. Ну, да, да. То есть, реального человека, то есть, среди посетителей парка им нужно пройти определенное задание, найти фоторобот человека, сложить его и найти его в парке. Самое смешное, когда они его ищут, ходят, склеивают эту фотографию так. Вроде похож, но нет. Да, да. Там есть определенный пароль, который нужно подойти к этому человеку и сказать. Иногда ошибаются, они их так смотрят. Нет, нет, там нет, нет, нет. Ну, в итоге находят, да, им очень нравится, они вещат, пищат, то есть, эмоции через край у детей. Слушайте, я не знаю, быть может, я еще ребенок, но вы сейчас описали и так, что мне захотелось сложить этот фоторобот и отправиться всех, доканывать к каким-то вопросам непонятным. Кому-то, возможно, окажется. Девушки, вам бы хотелось бы поучаствовать в таком? Вообще, когда-нибудь участвовали еще, я имею в виду, в квестах именно, может быть, городских, не в комнате? Я нет, не участвовала, но я вообще полна эмоций, я готова на все теперь квесты пойти куда угодно. На все очурные эти, да. Да, и вот как Ирина говорит про детей, визжат, пищат, я когда вышла из комнаты, у меня-то ребята точно помнят, не знаю, Вадим обратил внимание, это я прыгала и говорю, ура, 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 как маленький ребенок, потому что для меня это было чудо, что мы вышли и просто я была счастлива, просто, не знаю, мы поехали продолжать банкет после с ребятами, я прям сидела, что я, все сияли, сидели, просто парни сияли молча, а мы сияли не молча. Наталья, вообще, в детстве, как я уже спросила нашу телезрительницу, играли, может быть, в Зарницу, я допустим, в Закиросбойнике. Да, игра в Забиске раньше была очень распространенная, вот чем-то похожим, конечно, не так интересно может быть, но бегали, и вот после квеста у Вадима удалось сыграть в Дозор наконец-то, все уже, наверное, сыграли, очень интересно, я думаю, это о чем рассказывают для детей, это просто очень интересный формат досуга и для дня рождения детского было бы очень здорово. У нас есть несколько фотографий с проводимых мероприятий, но я понимаю, что в арсенале и свадьбы, и... Ну да, у нас еще хороший блок, да. Я предлагаю как раз посмотреть, сейчас обратить внимание на экран, а вы расскажите мне. Да, это тематические вечеринки, тематические свадьбы, то есть, ну это классический формат, допустим, там гангстерская свадьба, да, то есть, ну много есть альтернативных вариантов, там, это как раз детский квест вот в парке, в молодежном парке, да, то есть, вот видите, тут около 30 детей, на заднем фоне родители, это выпускные классы у нас с вами, это корпоративные мероприятия. Интересные есть тематические вещи, да, то есть, там гангстерские стиляги, это все уже прошли. У нас сейчас есть там формат, там, холли-вечеринки, да, то есть, где люди там посыпают друг другу красками, пенсионерские вечеринки. Мы как раз видели в начале, да, передачи фотографию. Люди кремируют друг друга. Это мафия, например, детская мафия, то есть, мы тоже ее проводим, ну и взрослую мафию, то есть, раньше у нас был клуб, пин-клуб мафии, то есть, пять лет он просуществовал, где люди разные совершенно. Это кулинарные поединки, тоже, кстати, интересный формат. Слушайте, первая слушает. Как раз 8 марта скоро, так что, вот здесь, например, около 30 девушек сотрудницы, всего два молодых человека, вот так им повезло, они заказали в подарок своим девушкам кулинарный батл, то есть, делятся на команды и профессиональный повар учит их, как играть. Это у нас совмещенная форма с лазертагом, называется виртуальные игры. Тут задача игроков захватить сервера компании, это вот как раз перемешка зорница, но уже с оборудованием каким-то интересным и так далее. Это мы летом отработали эту программу, тематическая вечеринка «Ангелы и бесы». То есть, много раз, у нас как раз большинство молодых людей пришло, видите, вон там с нимбами, да, а девушки пришли в таком, ну, в черных дьявольских костюмах, красных. Ага, то есть, мы поменялись. Обычно, мне кажется, девушки, ангелочки. Ну, вот они почему-то, то есть, никто не договаривался, самое главное, чтобы было разбить пары, чтобы в парах были, ну, различные корпоративные форматы на теплоходах мы проводим, ну, и так далее, и так далее. То есть, множество, множество интересных форм, да, ну, если люди ищут что-то, вот как раз девушки, видите, черный деволит, он в середине, два ангела там записалось, и красный-красный деволит. Слушайте, ну, мне кажется, еще формат, ну, опять же, мы видим, да, это что у нас? Это тимбилдинг, да, тимбилдинг, да, мероприятие, там до 300 человек мы проводим, да, данного рода мероприятие, да, для компаний в этом году, ну, около там 20-30 штук, наверное, проведем. Слушайте, ну, я подсмотрела, что еще как-то очень необычно делаете, ну, скоро лето, надеюсь, что скоро лето, выкуп нефесты. Не такое обычное, как, к примеру, там, когда поцеловались первый раз, как зовут маму и так далее, а что-то такое тоже необычное. Вы знаете, есть форматы розыгрыша, а есть, кстати, форматы того же самого квеста в выкупе, да, то есть, когда, ну, люди привыкли, приехали, у нас, в принципе, тот же самый квест, по этажам вы поднимаетесь. А вот вы приехали, говорят, а невесты тут и нет, давай-ка, дорогой мой, и поехали. Какие-то по знаковым местам, где молодые познакомились, где они там первый раз поцеловались, ну, и так далее. Ну, то есть, где-то вот знаковые вещи, да, то есть, где происходили, вот, и жениху надо это вспоминать, также передвигаться со своими гостями, даже один раз невесту мы прятали в гараже, то есть, приходилось находить ее, то есть, ну, конечно, сильно это затягивать не надо, но буквально там вот час, кортеж по городу искал невесту, это тоже интересно. Слушайте, ну, очень интересно, я думаю, вам идея, дорогие наши, кто, может быть, собирается жениться, влюбленные парочки. Кстати, скоро праздник всех влюбленных, я тоже думаю, можно что-нибудь такое придумать. Можно. Вообще, кстати говоря, что-то неординарное сейчас, мне кажется, приветствуется, и как-то хочется, хочется окунуться в это. Вопрос такой, наверное, все-таки к Ирине, вернемся к квестам. Ну, вот сегодня мы сидим такой молодой компанией, активной, позитивной и так далее. Мы уже узнали, то, что не только молодые, ну, люди и 60 лет, и в 50, активные, целеустремленные и так далее. Ну, а если все-таки разбить не по возрастным категориям, а хотя бы эти мальчики, девочки, кто больше принимает участие? Такой социал. Ну, в основном смешанные команды приходят по два мальчика, две девочки, по парам. Бывает вдвоем, приходит девушка с парнем, обычно вечером, любят. Да, то есть, как бы бывает и такое. Но они там не остаются в комнате. Ну да, но очень хорошо играют, да. Но в основном смешанные команды. Ну, и девушки тоже. Ну, девушек, мне кажется, больше все равно. То есть, судя по звонку и по тому, кто заказывает, потому что обе наши сегодняшние гости, кто прошли, это девушки, то есть они, по крайней мере, с инициативой выступают. Я часто заметил такое, что даже некоторые мужчины заходят вот с таким вот. Да, да, да. Что это такое? А выходит вот с таким вот, да? То есть, с ощущением, потому что многие так недоверчивы. У нас около квеста, да, то есть люди оставляют машину, там, и дорогие машины в том числе. А по правилам квеста необходимо сдавать смартфоны, ключи от автомобиля и так далее. И люди несколько так переживают, да? А вы тут и не… я тут оставил порш свой, да? То есть, как бы, ничего? Да нет, ничего, мы говорим, все нормально, не переживайте, после вас следующая команда. И уже человек выходит, он забыл уже, что у него там машина стоит и так далее, то есть. Слушайте, ну да, кстати, я об этом даже не подумала, когда проходила, на самом деле, квеста, но, видимо, у меня был другой интерес. Единственное, что я вспомнила, ну, я думаю, многие, наверное, кто прошел на игру, когда их закрыли, когда они заходят в полную темноту с фонариками, что-то такое, как пила из фильма, что игра началась, сейчас подъедет злобный человек на велосипеде с маской и вот что-то такое. Первое, наверное, это какой-то страх и неожиданность вызывает, а потом уже все затягивает. Чувство страха, оно должно, то есть, вы видели, ну, вы если играли, да, вы чувствуете, что не было необходимости весь час этого придерживаться, да? Но пару эпизодов со страхом, то есть, это должно быть, то есть, какие-то моменты, погружающие человека, избавляющие его от этих страхов. И буквально через 10 минут все забывают про вот эту всю обстановку, но к концу игры опять она нагнетается, если вы не успеваете. Вот, то есть, через там 10 минут вы начинаете искать, да? А вначале, ну, конечно, необходимо человеку погрузить немножко в эту атмосферу. В основном все боятся то, что кто-то будет выпрыгивать, хватать за ноги, кусать, то есть, как бы, ну, предупреждаем сразу то, что такого нет, потому что люди бывают разные. Нет задачи напугать. Да, то есть, особенно, когда дети играют, родители приходят, и, кстати, иногда со мной сидят и наблюдают за тем, как играют дети, и наблюдают за мной. То есть, как бы, да, любят, то есть, сидят рядом со мной, смотрят, как дети их не играют. Слушайте, ну, это очень интересно. Продолжая оставлять портрет вашего потенциального клиента, хочу обратиться к девушке, собственно говоря. Ну, немножечко расскажите о себе, вот, чем занимаетесь еще в обычной жизни? Кого можно интересовать? Ну, я не знаю, наверное, просто по ряду тому, что я технического образования человека, технической профессии, при том, что детство мое прошло, наоборот, в творчестве, а родители настояли на техническом образовании. Ум сложился техническим образом. Ну, я проектировщик в жизни, поэтому как-то мне это все очень интересно. Но, помимо того, что, как бы, я стояла на подсказках, как парни не хотели, но я могу сказать, что ум мужчины все равно отличается от женского. И без мужчины в комнате трудно будет однозначно, потому что у них логика работает лучше в данном случае. Наталья, расскажите о себе, творческой профессии. Да, у меня творческая профессия, я фотограф, и поэтому, наверное, я сказала, что на интуиции в основном можно было проходить, потому что логическое решение у нас мальчишки принимали. И причем сказали, что боялись, что залезешь куда-то и там что-то тебя схватит. Там была коробка, почему-то очень хотелось туда залезть. И мы вдвоем с парнем сидели и боялись, что сейчас засунешь туда руку, там паук или еще что-то окажется. А мы не будем рассказывать, что там на самом деле. Но всегда есть крик. То есть в этот момент, если администратор вдруг заснет где-то, то... Я сделал так. Я немножечко похвастаюсь. Коллектив телеканала «Самаргиз» проходил чисто с женской командой, и мы все-таки смогли преодолеть. 55 минут с чем-то и сколько-то секунд было наше время. Я думаю, что не такое уж плохое. Самое главное, вас, друзья. Ну, приглашаю всех тоже попробовать испытать эти эмоции, если вдруг еще они вам не знакомы. К нашим гостям хочу обратиться. Собственно говоря, привет и благодарности. Мне так много времени остается у нас до конца эфира. Что можете сказать нашим друзьям, нашим телезрителям? Привет семье. И они мои идейные вдохновители. Меня очень дочки две вдохновляют. Они вот буквально там какие-то идеи, в том числе они были уже, то есть на этапе рождения этого квеста, да, и говорили, папа, а здесь у тебя будет вот это, папа, а у тебя здесь будет вот это. Ну и, конечно, большой привет здесь вот Ирина. С нами еще работают ребята, администраторы и те, кто работают с нами на мероприятиях. То есть без них, наверное, тоже компания бы не развивалась так динамично и не было бы столько идей проекта. Ирина, слово вам. Ну, тоже хочется, конечно, передать привет всем своим друзьям. Спасибо нашему руководителю замечательному, да. Также он наш преподаватель, то есть много, как говорится, в одном лице, много функций исполнял. Мама, папа, всем привет. Ну и все. Портию своих приветов, девушки. Кратко. Да, я хочу сказать спасибо Вадиму вообще за организацию в первую очередь. И большой привет моей команде. Я всех их люблю. Всем вам привет. И мы с вами пойдем дальше. На следующие квесты. Ну, конечно, спасибо Вадиму. Ждем в следующей комнате наконец-то. Что ж, я не платил ничего. Нет, очень интересно. Они еще мне заплатили. Привет. Ну, привет, конечно, своей семье и своим друзьям и своей команде. Я надеюсь, что скоро мы все-таки попробуем новую комнату. Хорошо. Ну, что ж, спасибо вам, что были у нас в эфире. Спасибо, что зажгли нас, наших телезрителей. Вам, дорогие друзья, желаю, конечно же, хорошей пятницы, ну и замечательных выходных. Пока-пока. Пока. Пока. Пока.